История роста человека как созидателя крайне богата. Мы учились создавать картины еще с незапамятных времен, и сейчас мы можем похвастаться количеством технологий, помогающих нам рисовать. Именно поэтому сегодня я хочу с вами окунуться в величие традиционного искусства. Если проще, то я хочу брать картины, нарисованные традиционными художниками на холстах, и вдохновляясь ими рисовать свои маленькие картинки. Но перед этим хочу рассказать вам о Бусти. Это платформа, помогающая делиться эксклюзивным контентом и получать поддержку со стороны подписчиков. Всем творческим деятелям поддержка будет уместна, особенно сейчас. Моя страница на Бусти будет в описании. Если захотите меня поддержать и получить ранний доступ и эксклюзивный контент, думаю, это будет очень уместно. Все мы знаем, что сейчас очень многие площадки ограничивают русских авторов. В то же время Бусти будет работать без перебоев, и уже работает без перебоев. Сейчас у Бусти идет программа, направленная на поддержку авторов, и оттого полностью отсутствует комиссия до 14 апреля. Таким образом, авторы будут получать 100% от своего дохода. Переходите по ссылке в описании, там я оставлю свою страничку на Бусти. На данный момент у меня на Бусти присутствует два уровня подписки. Это базовый уровень, который включает в себя эксклюзивный контент, процессы работ и ранний доступ к новостям и различным рисункам. А также расширенная подписка, которая включает в себя все с предыдущего уровня, плюс ранний доступ к новым главам комикса, различным страничкам из комикса, ранний доступ к роликам на ютубе, а также рисунки в высоком разрешении для скачивания. Этот рисунок я рисовала, вдохновляясь Утагавой Хиросиге, японским автором, один из последних представителей Укиоэ. Это направление в изобразительном искусстве Японии. Переводится Укио как «Плывущий мир», и, насколько я могу судить из всего прочитанного, по сути, это немного основанный на буддизме направление. Оно получило развитие в эпоху Эдо. По сути, это гравюры с использованием туши и красок. На самом деле, я в огромном восторге от японского искусства, потому что плавные линии на данных иллюстрациях всегда хотят заставить меня взять кисточку и одним движением нарисовать тело человека. Хотя я так не умею. Иллюстрациях японских мастеров всегда заставляет меня задуматься, каким образом они могут так набить себе руку, что их движения плавной формой передают что-то невообразимое. Я знаю, что японское искусство также очень сильно повлияло на художников. Например, на Клода Мане и Ван Гога. Сам Утагава Хиросиге родился в городе Эдо, который сейчас называется Токио. Он родился в семье потомственных самураев. И он довольно рано потерял своих родителей. Оттого он перенял должность заведующего пожарной безопасностью в замке Эдо. У него было довольно много свободного времени и в возрасте где-то 14 лет он начал рисовать. Уже позже пошел ко всяким мастерам учиться и тому подобное. На самом деле, я ужасно бы хотела прочитать все о развитии японского искусства, поскольку у них другие названия направления. У них другие развития. Логично, да. Я долго думала, что нарисовать, чтобы как бы повторить тематику Японии и этой картины. В итоге, почему-то мне пришла в голову идея сделать современного человека, который, знаете, типичные фильмы, комиксы про путешествия во времени. И вот, если так задуматься, то мы, по сути, окунаемся в определенное время, когда смотрим на определенные картины. Мы можем примерно сказать, что был за менталитет в то время, примерно сказать, что люди тогда любили, что презирали. И это здорово, потому что искусство, само собой наследие. И даже рисуя анимешные картинки, мы оставляем после себя наследие. Поскольку, я думаю, в будущем это тоже будет неким направлением искусства. Хотя уже сейчас это стилистика, это направление. То есть аниме, манго и так далее. В Японии это уже определенная отрасль, на которой обучаются. И это офигенно. Я считаю, все офигенно, к чему можно учиться. Я долго думала написать фразу на японском, но я не японец. И переводчик у меня 100% угол. По этой причине я просто взяла и написала английской кириллицей. Это же кириллица называется. Неважно. На самом деле, я здесь обозреваю, назовем это так, очень многих художников. Но мало из них старого порядка. Назовем это так, поскольку многие из них не так и давно жили. Вот. Ну, помимо вот так вот Тагавы Хиросига, поскольку он жил давно. Следующая картина, которой я вдохновлялась, это картина Зинаиды Серебряковой. Автопортрет в костюме Пьеро. Меня зацепили картины Зинаиды своей мультяшностью, присущей современности. Это русская художница, лишь позже отправившаяся во Францию и там почившая. Она жила в Санкт-Петербурге. Ее картины можно найти в Третьяковской галерее. Она работала росписью различных мест и не хотела рисовать портреты для чиновников. Осенью 1924 года она поехала в Париж, получив там заказ на роспись большого декоративного панно. Ну и не смогла тогда вернуться. В итоге получила французское гражданство. Ездила в Марокко, рисовала рабских женщин, африканцев в ярких тюрбанах. И всякие атласские горы. Она умерла в возрасте 82 лет и оставила после себя действительно яркое наследие, как я считаю. В общем, я долго думала сначала повторить стилистику ее картин. Потом я думала просто постараться передать это что-то в своем стиле. В итоге в мою голову пришла идея сделать что-то более иллюстративное и что-то более стилизованное. Не около реализм с мультяшностью, а как я обычно рисую. Если вы смотрели все мои работы, вы можете заметить, что реализм я вообще в принципе не особо рисую, поскольку не люблю. У меня так часто слово поскольку. Нужно это на что-то менять. Потому что... Вот. Мне очень нравится работа со светом и цветом на ее картинах. Они цепляют. Цепляют как и мультяшность, как я уже сказала. Я прям влюбилась в свою стилистику. Если бы современный диджитал-художник был с таким стилем. Ну, вы знаете, я бы была подписана, я бы вообще все лайкала. Я бы фанатка номер один была бы. Боже, это идея сделать видео о моих любимых художниках. Это же гениально. Ставьте лайк, пишите в комментарии, если хотите видео о моих любимых художниках. И о тех, кем я вдохновляюсь, кто мне очень нравится. От кого я в восторге. В итоге этот рисунок у меня не занял очень много времени. Я долго пыталась превратить это месиво из скетчевых штрихов в что-то хорошее, в что-то красивое. Ну и, в принципе, мне понравилось. Я, как вы можете заметить, часто дергаю всякие ползунки с цветокоррекцией. Потому что я слишком придирчива к себе и к свету. И к цвету. В общем, прекрасно, классно. Обожаю, влюбилась. Посмотрите обязательно ее картины, ее рисунки. Зинаида Серебрякова. Ну и последнее, что меня очень зацепило, это картина Дэвида Джаггера. Кэтлин. Дэвид Джаггер был известным английским художником-портретистом. Просто посмотрите, как нежно выглядит оригинал. Боже, голову теряешь. Насколько классно можно кисточкой передавать такие состояния. Так. Что же интересно, мы можем узнать об этом художнике. Во-первых, его работы. Я считаю, что хотя бы разок одним глазком нужно на них взглянуть. У него восхитительно получается передавать эмоции и атмосферу. На самом деле, говорить, что его творчество, ну, очень старое, сложно. Ведь, по сути, он не дожил 42 года до 2000-х. То есть, это довольно молодой человек. По сути, он уже считался иллюстратором. И еще он открыл свою портретную студию. И даже в послевоенные годы портреты были неким товаром для элиты, которые вставали в очередь к нему за рисуночком. Я помню, что в какой-то период времени портреты прям стали ремеслом. Просто были тем, чем художники занимались 24 на 7. То есть, за это платили. Если говорить о моем рисунке, он мне здесь нравится больше всего, как получилось из этих трех работ здесь. Тем не менее, у меня опять что-то вышло собственное, что-то свое стилизованное. Я не портретист, я не великий деятель традиционного искусства. Поэтому мои картинки мультяшные, анимешные. Тем не менее, это здорово учиться у тех, кто был до нас, у тех, кто оставил что-то после себя до нас. Можно смотреть и изучать все. Можно изучать, как человек держал кисточку под определенным углом для того, чтобы сделать определенный мазок. Я поняла в последнее время для своего творчества, что хочу добиться сюжетных картинок. Картинок, иллюстрации, которые можно будет разглядывать, на которые можно будет смотреть и думать, что это там за баночка на заднем фоне. Вот, это довольно, мне кажется, пока что для меня сложно. Я стараюсь рисовать фоны, я стараюсь рисовать что-то, что-то более интересное, чем просто белых людей на белом фоне. Это звучало сейчас как обратный расизм, извините. И я обожаю, обожаю все. Обожаю все, что связано с искусством. Обожаю все, что можно прочесть и узнать. Что-то интересное об этом искусстве. Я не великий художник, не великий мастер. Я просто человечек-картиночка дел, который сидит и рисует в свое удовольствие. И вам того советую. Сидеть и рисовать в свое удовольствие. В общем, я надеюсь, вам понравился этот видеоролик, скрасил хотя бы немножко ваш день. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно пишите в комментариях, что вам нравится, что не нравится или что вы хотели увидеть на данном канале. Пока YouTube не заблокировали, мы будем продолжать постить, пока у нас есть возможность. Главное, не забывайте кушать, отдыхать, спать, пить таблеточки, если нужно. И просто не забывайте жить. Всем пока-пока. Приходите на постик. Приходите на постик. Приходите на постик.